Всем привет, с вами Надбар, и вы смотрите 15-ю серию игры Mutant Year Zero. И начинаем мы в ковчеге, начинаем тут мы не просто так. Я хочу показать, что произошло. Напомню, что в прошлой серии мы нашли целых 4 артефакта, бой за них был просто невероятный, и тем, кто его пропустил, я рекомендую посмотреть прошлую серию. Ссылочку на неё вы найдёте в верхнем правом углу, в общем, всё как обычно. За эти 4 артефакта купил дополнительный бонус к вероятности крита по живому существу и по роботу. Мне осталось всего найти ещё 3 артефакта, больше их в игре нет. И, в общем-то, осталось открыть аптечку дополнительную, более крутую. Плюс одна дополнительная ячейка для гранат каждому, и время стечения кровью на 2 хода. И на самом деле, я думаю, прямо сейчас возьму дополнительную ячейку для гранат, потому что это, ну, возможно, поинтереснее будет. Да, каждому раздам дополнительно по... Эми гранате, просто чтобы лишний раз как бы не переделывать ничего. И почему мы начинаем именно здесь, и я хочу вам показать, что тут у Иридии. У неё, оказывается, реально много всякого ягодноты появилось, а я её не замечал. Смотрите, это бронька, самая крутая, которая броня 3 и 3 очка... и 6 очков здоровья добавляет. И стоит она, если подумать, ну, не так дорого. Всего лишь 200, но я её не буду покупать, броню мне хватает и без этого пока что. А вот дальше оружие и прицел, вот это уже намного интереснее, если честно. Но оружие... Интересное только на первый взгляд. Обратите внимание, что у него вроде бы как крутой урон, но у него всего один патрон, то есть это как заменитель винтовки, и оно уже прокачано до третьего уровня. То есть дальше оно уже качаться не будет, и поэтому с учётом того, что оно уже третьего уровня, вроде как... Урон уже и не такой большой, кажется, да, после того, как мы узнали, что это третий уровень. Короче, как-то так. И да, прицел это такой, как у меня уже есть. Вот прицел реально очень крутой. Но мне жалко тратить деньги и на прицел, и на это оружие, потому что я почему-то уверен, что вот буквально в следующем уровне в сундучке я точно такое же найду, а может даже и лучше, как это было в начале игры. По этой же причине я оставил, видите, очки улучшения оружия. Пока что я не трачу, у меня большинство оружия прокачано до второго или до третьего уровня, что достаточно круто. И если я найду что-то ещё более интересное сейчас, вот где-то на карте, то, конечно же, мне хочется иметь за что это улучшать. Поэтому идём сейчас дальше по сюжету. То есть у меня выбор сейчас в этот замок идти, или город, может быть, не знаю. А вот сюда вот к птичкам, или вот сюда в часовню. Я думаю, что пойду именно вот сюда, в эту зону. И... Ну, просто потому что я хочу двигаться дальше по сюжету. Поэтому давайте сначала в земли секты, где мы уже были, и оттуда дальше мы пешком дойдём в следующую зону. Кроме того, пока я не забыл, раздам всем ими гранаты, потому что теперь я могу это делать. Это вот так вот, да. И кроме того, Фэрроу бросал ещё и гранату разрывную в прошлой серии. У нас их хватает для всех. Ими гранат, по-моему, тоже хватает для всех. Я ими не часто пользуюсь, и это хорошо, что я ими не часто пользуюсь. Ну, вернее, плохо, да? Это не так как бы прикольно, но... Факт есть факт. Так, по броне вроде бы у всех самая крутая в плане количества брони именно, да, стоит. Это хорошо. В общем, переключаюсь на, наверное, Дакса и иду им дальше именно по сюжету. Вот он, проход в следующую зону, и какой-то он, если честно, необычный. Я же правильно, надеюсь, иду. Эм, да, вроде бы это он. Давайте в него заходим. Странно, что на какой-то лодке, что ли, или типа того. Ну, в общем, сейчас всё увидим. Напомню, что мы идём спасать Хэммона уже, я не знаю, месяц, по-моему, мы его пытаемся спасти. Да, ровно месяц. Как эта зона называется? Небесное копьё. Мм. Твоя другая Хэммон, он близко. Если это плохой человек, центральный. Где все эти гулы? Не забудьте снять. О, смотрите, сразу обычный лом в самом начале. Небесное копьё. Это... Намекает на то, что тут крутое оружие, наверное, очень. Ну, будем смотреть, что это такое. А, наверное, небоскрёб какой-то. Вот, да. Никакое там оружие. Не дождусь. Зона, как всегда, пустая. Поначалу, но я уверен, мы кого-то... Ага, роботы. Понятно. Подождите-ка. А это ещё что такое? Что ты такое? Ладно. Давайте в лучших традициях. Эй, прячься. Тридцать хп. Оно... У него радиус очень короткий. Знаете, давайте попробуем. Правда, я сейчас поменяю на арбалет. Этой. Вместо винтовочки. Потому что у меня именно арбалет идёт бесшумный. Да, мы будем пытаться убить его бесшумным оружием. Ну, давайте попробуем засады. Ладно, была, не была. Ну, это серьёзная тварь, а? Попробуем его вырубить и просто дострелять уже потом. У меня все пистолеты стоят на вероятной создании электромагнитного импульса. Отлично, всё, дело пошло. Потихонечку будем его колупать. Надеюсь, что за два хода мы его как-нибудь расколупаем всё-таки. Криты вылетают, но даже этого на самом деле недостаточно. Ну, да. Да, за первый ход пол хп расколупали, это неплохо. Но второй будет, конечно, не такой жирный, это точно. А, нет, давайте фэру в самом конце. Просто на всякий случай. Посмотрим, как тут эти ребята справятся, возможно. Да, в этот раз критуют они уже не так хорошо, потому что это не из укрытия, типа... Вроде бы, как сейчас, робот ещё не должен ожить, правильно? Он через ход должен ожить. Ну, по логике вещей. Будет фейл, конечно. И да, в этот ход он не оживает. Прекрасно. Да, надо было пистолет перезарядить, я чё-то не подумал, но ладно. В следующий раз учту. Всё, это уже... Опа! Они ещё и взрываются, да? Вы видели только, что Сельма зацепила слегка. Ну, совсем слегка, потому что у неё броня хорошая. Допустим. И причём из этой твари ещё и не выпало ничего, да? Вот это жесть. Этот уровень будет очень непростой. Но смело идём дальше. Тут вот ещё один был где-то. Надо очень аккуратно тут проходить. А вон он где летит. Давайте тоже посмотрим, где мы могли бы ему засаду устроить. Я думаю, возле вот этого столба вполне себе. Уходи отсюда. Нет, не сюда. Они ещё и так странно летают все, если честно. Вы, наверное, думаете, что я очень странно прячусь, но на самом деле нет, они вот этого не замечают. Даже если они прямо на тебя смотрят возле укрытия, они всё равно могут не заметить. И да, я кое-что понял, что по скиллам, например, Даксу, лучше сейчас поменять на вот этот скилл Бесшумный Убийца. У этой вообще без вариантов. И у Сельмы... А нет, это всё ничего. А кстати, чё там у них по мутациям? У них же прокачалось сто пятьсот уровней. Значит, давайте начнём... С лисы, наверное. Супержилы нет. Крылья можно, в принципе, прокачать. Вот честно, вообще ничего полезного я здесь не вижу. Ну, на количество хп, да. Двенадцать четыре. Ну, как-то двенадцать тратить на бесшумность до атаки, конечно, неплохо. Но оно и не надо мне. Насмешка. Ближайшие враги переключаются на вас на один ход. Давайте с Эльми прокачаем. Беги и стреляй. Я, конечно, сейчас это не буду использовать. Мне всё равно пусть будет дуплет, потому что это поинтересней. Ну, надо же чё-нибудь хотя бы прокачать. Раз уж я включил, да, эту менюшку, то пусть будет. А Феру давайте крылья Мотылька прокачаем. Да и всё. А пассивок вроде бы... Подождите, пассивки это кружочек, да? У нас есть ещё один кружочек. Это супержилы, это чтобы она тоже могла крапкаться, как и Сельма, в принципе, штука бесполезная. Во, как ты сюда попал? Интересно. Ладно. Отлично. Правда, без крита, поэтому не сильно-то и отлично, но, надеюсь, мы его расколупаем. О! Как он сюда попал, я не понимаю. Оказывается, что-то всё-таки происходит на заднем плане, пока мы бездействуем. Вот чего не знал, того не знал. Будете тоже знать. О, вот это я понимаю, с критами. Причём ещё и прошла обилочка у нас на то, чтобы ещё его оглушить на дополнительный ход. Ну, с одной стороны, уровень тяжёлый, да, из-за того, что дикие вот эти вот роботы, но с одной стороны, с другой же стороны, вроде бы как и не такой уж тяжёлый, учитывая, что они вот так вот отрубаются легко. Ну, мы его вот этого чё-то прям вообще долго колупаем, да? Давайте ещё пробовать. У-у-у-у, это да. Но он долго будет ещё висеть, так что не страшно. Просто, этот раз колупать его очень тяжело, если честно. Криты почему-то перестали вылетать, но на что я надеялся, да, постоянно криты. И да, я слишком близко их атакую, я вижу это. То есть мне просто везёт пока что, что я не дохну от этого полностью. Надо будет в следующий раз чуть подальше по ним стрелять. Учту это. Так, вижу ещё одного врага на карте сразу же. Но давайте по старинке оббежим сначала всё кругом, чтобы оценить полностью ситуацию. Тут должны быть ещё большие роботы вот эти. Ну, странно, но пока что только маленькие. Это большое здание должно быть Сверху света, вовремя назван. Какое высокое здание? Вы видите что-нибудь? Я ничего не вижу. Опа. Мясник секты. Ну, этого мы легко уделаем. Давайте пока он далеко не отошёл, прям вот так засада. На самом деле непринципиально совершенно. Угу. Так, дальше кто у нас будет ходить? Ну, давайте Фэроу. На самом деле абсолютно... Вообще неважно. Ага, вижу в далеке ещё кого-то. По-моему, это охотник. Я уже их научился различать по силуэту. Угу. Ну, из этого хоть что-то вылетело. Охотник, да? Ну, мы с ним что-нибудь ещё придумаем. С охотником? Тут самые жёсткие, это вот эти роботы, которые летают. Пока что вроде бы никого такого ужасного я тут больше не заметил. Ага, вот робот есть большой всё-таки. И, кстати, у него хп ровно столько же, сколько и у маленького. Это вообще законно или нет? Ну, я думаю, что этого робота мы тоже осилим, только я его вставлю, наверное, на закуску. Странно, что я пока тут группу врагов не встретил. Вот вообще прям ни одной. Группы в этой игре это самые... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это, по-моему, танк, да, у нас? Да, танк секты. 2 хп, возможно, Бормина против него придётся использовать, чтобы оглушить. Потому что 30 хп... Ну что ты застрял, а? Это много прям. А вот и группы пошли. Охотники, мясники. Вы знаете, отдавайте. Вот пока есть возможность, почему нет? Правда, все-таки как-то отбежали странно, но ладно. Так, отсюда попадание. Сколько по нему процентов? Стоп, да давайте стрелять прямо отсюда. Так, дальше у этой сколько попаданий? 75, у Сельмы... Не хочу просто даже двигаться. 50, серьёзно? Такая косая. Ну ладно, давайте Феру подбежим немножко. А, ты не можешь бегать, я понял. Ну да, попадусь на глаза, но это не страшно в данном случае. Добычу забираем. Да, я вижу, там можно на дом подняться ещё. Возможно, как раз-таки охотника мы снимем с дому. Ну вот он проходит, по-моему, идеально. Как раз давайте тут ему... Ладно, пересадим Сельму вот сюда. И давайте отсюда засаду. Думаю, место очень хорошее. Да, всех местах хорошие. А, давайте. Крит 100%. Ну мы сейчас нормально будем критовать с такой-то высоты. Дальше Дакс. Хотя Дакс давайте напоследок оставим. Ферроу. Угу, ну всё, ему крышка. Да, пока всё идёт очень даже хорошо. Танк, по-моему, там не двигается, да? Давайте я этих пока тут оставлю. Угу. Просто погасил им фонарики, мало ли чего. Хотя вроде бы как они сами по себе не попадаются. Сломанное оружие чуть не пропустил. Ну, вон ещё лежит сломанное оружие. Ну, хм. Окей. Одну группу мы уже развалили. Остался только один танк. Да и то, и я думаю, он уже не услышит, если мы где-то будем вдалеке стрелять. Как и роботы, я думаю, тоже они глухие совершенно. Вижу по карте, что кто-то впереди есть. Интересно, кто. Полиция. Ну, много ещё врагов, смотрите. Четыре на карте, даже пятеро на... Ше... Да, пятеро на карте ещё. И, возможно, это не все. И я ещё в центр не забегал, я пока только вокруг бегаю. Так, если тут можно подняться, то наверняка тут есть и по кому пострелять. Логично же. О, надо же, где лом лежит. Слушайте мне. Почему все новости с нами здесь? Где они пошли? Что же больше важнее, чем здесь? Кто знает? Расскажите вопросы для больших прейсов. Мы в безопасности. Мы должны партия, но мы не в безопасности. Я слышу румерства о стрелках из Арк. Они приходят для нас. Они не могут быть остановлены. Смешно. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Мы в безопасности. Я только одного вижу врага. Но их наверняка двое. О, вот идёт он всё-таки ко мне. Это хорошо. Сейчас как только по нему можно будет стрелять из засады, я сразу это и сделаю. Ну, типа, может так. Давайте попробуем. Если что, я просто отменю. Давайте посмотрим, могу ли я по нему попасть. Сто процентов. Так, я всех проверю на всякий случай. 75, но, допустим, не на линии огня. А, допустим, вот отсюда. Сто процентов. Хорошо. А вот у Сельмы, я помню, проблемки были отсюда. Сто процентов. Окей, значит, можем стрелять более чем. Давайте начнём с Сельмы. Нет, лучше с Дакса вот тут стану. Давайте, в принципе, всех пораставляем сначала, да? А, так, у кого там сто процентов было? Ага, у Феру. Давайте Сельм поставим вот сюда. Всё, и начнём с Феру. Как он меня услышал? А, это же арбалет. Стрелу, что ли, заметил? Не думаю, что он бы заметил её. Ага. Вот так вот, всё. Идём залутаем и посмотрим, что там вообще такое и с кем он тут болтал. Очень уж мне интересно. Металь оружия. Хм. Ага, всё, мясник секты, понял. Слушайте, а мы можем на самом деле по мяснику, наверное, даже попасть оттуда, с пистолетов. Давайте вот Даксом так спрячусь. Этими так. Поменяю Даксу быстренько скилл на стрельбу из укрытия, да? Я думаю, всё ок пройдёт тоже. Давайте даже свысока попробуем пострелять, мало ли, может быть, даже Даксом не придётся. Угу, скорее всего так и будет. Понятно, с кем он болтал теперь. Как-то они быстро разошлись очень. Осталось четыре врага. Это один вот этот вот робот летающий, один большой робот и ещё... И ещё кто-то. Нашёл я этого мелкого опять. Давайте поднимемся тут наверх. Тут очень хорошая позиция, чтобы по нему пострелять. Прям идеально, я бы даже сказал. Как будто бы специально он тут встал и не двигается причём. Что самое поразительное. Ну кто вы там? Давайте лезть. Так. Угу, сейчас Даксу обратно поменяем на скилл. Ох, я уже замучился переключать. Плохо, что они ввели вот эти пассивки по очереди. Всё равно ты их меняешь как бы так или иначе перед каждым боем, и оно нормально работает. Но раз разработчики так захотели, то ладно. Ну что, засада, я думаю, этого робота мы тоже легко вынесем. Должны, по крайней мере. Будет смешно, если наоборот с вот этим возникнут какие-то проблемы. Так, начнём с Дакса. Последний будет Ферру. Не вырубился, да. Вот об этом я и говорил. Ну вот у нас ещё есть Эльма тоже с пистолетиком. И на крайний случай у нас есть... Угу, всё нормально. А Ферру, у которой есть пассивочка. Которую я, кстати, не активировал. Да, ну, в крайнем случае гранаты ещё у всех есть. Да? За гранатами это точно всё было бы хорошо. В общем, всё предусмотрено. Мы бы не пропали 100% против этих роботов. Тем более тут с крыши криты по ним только так вылетают. Нет, подожди, перезарядиться. Ну, просто на всякий случай. То уже были проблемы из-за этого. Так, отлично. На самом деле не отлично, а же очень плохо, что прошёл скилл только что. Потому что мне сейчас ещё идти воевать с большим роботом. И вот мне бы ещё на него хотелось тоже, чтобы прошла эта штучка. Всё вообще, вот это идеально было. Почему идеально? Потому что никого не зацепило в этот раз взрывом. Да, невнимательность моя. Ну, как бы я не знал о том, что они так взрываются. И вот плохо, что из них ничего не выпадает. Они бесполезны абсолютно. Ну так, только ради опыта по ним можно пострелять. И да и только. Гранату на них не стоит тратить. Но я б не тратил. Так, три врага... Нет, подождите, сколько? Четыре врага осталось. И мне непонятно, почему четыре. Давайте ещё немножко разведаем территорию. А вот тут, по-моему, большой робот стоит, самый ближайший ко мне. И танка, я ещё знаю. Но больше никого. Вижу, по-моему, то ли мясника, то ли охотника. Охотника. Но я бы его хотел сверху пострелять. И, скорее всего, это тут можно сделать. Давайте через... О, кардинал Хансен и охотник секты. Понятно. В общем, наверх подняться будет не так-то и просто. Как оказалось. Но этого охотника, думаю, мы всё равно можем вынести. Я вижу, там лесенка прямо за ним есть. В крайнем случае, из укрытия тоже можем пострелять. Но на лесенку у меня большие надежды. Нет. На лесенку у меня больше нет надежд. Окей, значит, здесь... Странно, что вот эти два врага у меня не отображаются на карте. Как будто бы я с ними не воюю. Да, вот Мимир З-600 ещё есть и танк. Оу. Нет, охотник секты ещё. О, к такому жизнь меня не готовила, ладно. Я вижу, что за танком есть какой-то подъём небольшой. О, за роботом вернее. И, возможно, по нему можно сверху пострелять. Или это просто какая-то... Непонятно что. Будем сейчас пробовать, конечно. Устраиваем засаду. Начнём с Эльмы, потому что она единственная вообще без никаких скиллов. Правда, её все тут окружают со всех сторон. Но мы аккуратненько так постреляем. Ох, жесть. Чё, он заблокировался? Отлично. Отлично, давайте тогда дальше Фэру. Ого, криты хорошо проходят, а? Все шансы есть у нас. Тем более, хочу напомнить, что он ещё такой тормозной идёт в плане стрельбы. Угу. Противник ничего не сделал пока. Главное, по правильной цели стрельнуть. Как по нему можно промахнуться? Там 75% вероятность. Попадание по нему, я не представляю, как можно промахнуться. О, как криты хорошо идут, а? Ну вот если сейчас ещё и Фэру в крит вылетит, ну это вообще шикарно. И он вылетел, и всё, да. Чуть не попался, а, вы видели, да? Хм, разнес, конечно, тут полкарты, но я далеко от него стоял Детали, оружие 17, это очень приятно с этими Бороться, но заметьте, пока что никакого ни артефакта, ни сундучка, вообще ничего Ладно, как-нибудь попробуем этого охотника тоже прибить Ну, была не была Ну, вроде как получается Да, у Селем и Крит не вылетел, но вроде как получилось Фух, так сейчас тоже надо фонарики сразу повырубать Хотя нет, все без фонариков в этот раз, надо же Лом Ну что, танка оставим на закуску, наверное, потом Пока что попробуем зайти в гости к этим Посмотрим, как он тут ходит, ну и по-любому нужно с верхнего начинать Как-то так я их расположил, надеюсь, он нас не сразу заметит, по крайней мере Его немножко подпущу и... Да, вроде нормально Начнем, наверное, с Дакса О, сто процентов Крит, это хорошо Все, потом... Да, в принципе, потом уже не важно Нет, важно, у этой только пятьдесят процентов Но нет, нормально Главное, чтоб счастье внизу не услышали И теперь с Эльмой Вроде бы... Вроде бы остался незамеченным Выбежь! Поверь! Следите мне Мы ты Мы знаем, что оказалось высоко с святым номером Прекратка Плютрония власть их сейчас, чтобы их удовлетворить Сдайте ее блоги, дети Будь то дождевы! Умывай ее! Следуй мне. Слышь! Похоже, что охотник нас в любом случае замечает, но я так подумал, что это и не важно, если честно Потому что тут же у нас лестница есть, давайте всем стрельбу с высоты сделаем И аккуратненько забежим, поднимемся, да и все То есть типа станем буквально в одном шаге от этой лестницы, да и все Зачем нам куда-то запрыгивать? Давайте засада здесь То есть в чем идея, да? Вот можно с Эльмой, например, сюда добежать, Даксом вроде бы чуточку подальше можно Ага, ну и мы по нему сверху постреляем с тем же самым критом, как если бы... Ну, короче, как обычно все Даже если на глаза попадемся Так что давайте Привет А давайте я еще Сельму тоже на позиции сразу поставлю Чтоб он понимал, с кем он имеет дело Так, ну и стреляем Даксом Ну, крит не такой большой, но почти 100 Вообще странно, у меня там вроде бы эта пассивка стоит на плюс 10, да, вот она Но все равно какая-то вероятность не такая высокая, как я думал изначально Ну, нам хватает Привет Отлично Так, поскольку эти все вместе стоят, я думаю, я их вместе и прикончу А пока что я бы хотел заняться вот этим танком И, наверное, кого я заменю, так это Сельму в данном случае на Бормина И Бормином его задавлю Или можно попробовать уже громким оружием пострелять В конце концов, у него всего две брони Может хватить, может не хватить Я прикинул, мне с громкого оружия должно хватить урона по танку Вопрос только в том, услышат ли меня Это первый вопрос И второй вопрос, а попаду ли я по нему отсюда На оба вопроса я надеюсь, что ответ да Давайте начинать засаду отсюда Сейчас я чекну, какое там попадание по нему 75, крит 100 И у Дакса 75, крит 100 Ну, все шансы есть, как бы Давайте пробовать Так, теперь Сельма Отлично Я не знаю, слышат меня те вдалеке или нет Надеюсь, что нет Но и ему конец Сейчас мы проверим, услышали или нет Не услышали, это хорошо Значит, на таком расстоянии они не... А на каком же слышат? Вот как понять, эм... Как прочувствовать это расстояние, на котором слышат, на котором нет? И чё это, блин, за... Холодильник какой-то Так, ну чё, у нас там два поджигателя осталось Эм... Вождь Кардинал Хансен Охотник секты остался Угу Ну, с этими будет тяжело Тем более, Кардинал Хансен там может разумом этим управлять Эм... Можем, конечно, его оглушить Да, как обычно Мы это делаем Но, знаете, мне бы хотелось, чтобы вот этот бой, он прям таким... Мясным был Поэтому я попробую занять позицию на высоте сейчас И, возможно, что-нибудь у меня выгорит Может быть, получится его вынести за один ход Или что-то в таком духе Где там все мои... Поднимаются? Да, попадаю, причём даже с этой сбом-палки Хм... Допустим Допустим, у него три единицы брони То есть это я тут одиннадцать ему нанесу И потом по девять Из каждого калашмата Не сходится Но если он загорится, тогда всё ок Но если нет, то тогда не ок Ну, хорошо По крайней мере, я понял, что они По нему попадают Давайте я их чуточку рассажу А для того, чтобы в случае, если бросали по мне Коктейль Молотова, то Хотя бы или не всех Или вообще никого не затронуло Потому что коктейли Молотова по мне будут бросать И будут бросать, скорее всего, по Даксу Это надо учесть Давайте переоденем его в этот В костюмчик огнеупорный Сейчас у него стоит доспехи упыря Три брони Но давайте пиро-доспехи сделаем Да, урона ему достанется, конечно Не возьмем для атак с разгона Для электрического урона Ну В принципе, я только сейчас огня на самом деле боюсь Электрический урон, это Его по мне не будет Просто потому что Я убью сразу этого охотника Ну, вернее, не охотника, кардинала сразу прибью Всё, давайте вот отсюда уже засада Почему я думаю, что мне всё-таки получится его убить? Не на линии огня Да ладно Это потому что меня поджигают калашматы И вероятность поджога, она неплохая Поэтому давайте пробовать Я ещё раз проверяю, всеми ли я попадаю Потому что бой непростой Не на линии огня Ай, блин Придётся всеми вот так стать Можно было бы, конечно, кого-то спустить Типа на уровень ниже Что, наверное, было бы неплохой идеей Или вообще с той и другой стороны поставить Во Отличная идея на самом деле Ух ты, как они прыгают То есть в чём идея Дакса я поставлю там возле поджигателя И пусть они его забрасывают коктейлями молотова А вот этими двумя я буду принимать на себя урон Большой От охотника И... Ну вы поняли идею, я думаю 75% попадания Но, думаю, можем Рискнуть А-а-а А-а-а Ну ладно, мы же тут по-честному играем, правильно? Умрёт на следующий ход. А что, охотник? Промажет, скорее всего. Нет, не промазал, надо же. Но это ничего. Ну тут всё как и задумано. Дурочки бросают. Да. Да. И получается, что по кардиналу я не попадаю, только Дакс остался у меня попаданием. И то 50%. Хмм. Да, бывает. Ну давайте перезарядимся, ничего страшного. О, нормально. Супер. Повезло, можно сказать. Ну, в данном случае реально повезло, потому что не повезло предыдущий раз. Два раза подряд не повезти не могло. Поэтому. Давайте перезарядочка. Чул Фэрроу такой низкий крит. Раньше побольше был. Надо будет посмотреть, может быть я чего-то где-то ей не поставил. Не до конца мне понятно. Ну да, пока, короче, всё-таки с уроном. Я думал вообще без урона получится, но не получилось совсем без урона. Что, поджигатели поняли свою ошибочку, нет? Не, не поняли. Окей, ребят. Окей. Давайте даксом я прям вот так подойду. 50 процентов. Чё так мало? Зато по вот этому 100, да? Который внизу стоит. Не, перезаряжаться не буду, потому что я уже пробежал. Угу. Так, ну и теперь важно понять, как мне по этим поджигателям попасть отсюда сверху. Не на линии огня, вот вообще. А мне бы не хотелось менять вот эту позицию сверху. Ну давайте хотя бы вот тут встану. И, не знаю, там может в наблюдение. И то же самое у Фэру. Ну, мне кажется, что можно попасть как-то. Говорят, что нет. Очень удобная камера. Давайте Фэру тоже в наблюдение. О, я и пожрать могу. Ну, типа, чтобы хп по-честному восстановить. Мне, конечно, это не обязательно делать, потому что все равно оно должно восстановиться, но... Хе, блин, это прикол. Как, как они не понимают, что у меня же там броня, а у Дагс стоит на... Угнеупорное. Давайте сначала по этому. Да, перезарядиться надо было. Ну ничего, перезаряжусь, следующий ход. Там еще два патрона осталось, и этого должно хватить. Так, все еще не попадаешь? Все еще не попадают. Давайте добиваем этого поджигателя. Что будет делать второй? Как неожиданно, а? Давайте в догонялки с ним поиграем. Крит 20. Хотя неправильно я походил, надо было с другой стороны, хотя он все равно бы нашел, где спрятаться. За три хода, думаю, его можно будет загнать. В угол. Давайте Феру спустимся вниз. Типа. Хотя, блин, трупоед, в чем проблема трупоеда, в том, что он у меня украдет очки этого действий. А я не хочу, чтобы их у меня украли. И тут же нигде не станешь, да, так, чтобы нормально можно было и пострелять. Посмотрим. Не, подожди, а Сельма не попадает все равно? Сельма не попадает все равно. Сельма не попадает. Сельма не попадает. Сельма не попадает. Привет. Немного глупый бой получается, конечно. Конечно. Ну, с их стороны, по крайней мере. Чё, он сам себя поджёг, нет? Не, не поджёг сам себя. Мда. Как-то так. У Иридии новые предметы, ещё какие-то, это интересно. Давайте залутаем тот ящичек, который там внизу был. Любопытный такой. Тут тоже в коридорчике. Главное, случайно, не пройти в следующий уровень. Прям вообще мне не хочется это сделать пока что. Да, залутаем заодно вождя. Чё там в ящике? Интересно. Увеличивает урон от гранат на два. Это интересно, если знать, что гранаты будешь кидать. Так, и чё, из тебя ничего не выпало? И из самого вождя не выпало ничего. Блин, с оружием всё-таки ошибочка у меня получилась. Я надеялся, что я найду на этом уровне какое-то крутое оружие. Но, к сожалению, его, судя по всему, нет. Нигде. Или же я упустил где-то, да? Где-то оно всё-таки осталось. Или его нет. Из этой зоны проход только дальше есть. И я думаю, возможно, в следующей серии мы уже пойдём наконец-то спасать... Как его там зовут-то? Хэммон, во. На этом спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания. И увидимся в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»